Ай, как же жарко! Воу-воу, полегче! Ты чего такой горячий и красивый, мой дорогой зритель? Меня зовут Аня и добро пожаловать на мой канал! Сегодня мы поиграем в Тока Бока и в эфире рубрика лайфхаков и секретов. И я сделала совершенно свежую подборочку классных и интересных задумок. Поделюсь с вами своими открытиями, а также проверим лайфхаки, которые мне прислали на проверку. Тащите с собой вкусняшечки, готовьте чайок и феёк. Усаживаемся поудобнее и загружаемся в Току Боку вместе со мной. На начать выпуск я бы хотела с новостей, а именно, друзья, будущих подарков на почте. Зайдя в инстаграм игры, я случайно обнаружила в комментариях официальный ответ, что нас с вами ждут подарочки с 25 февраля по 4 марта, то есть мы снова каждый день будем получать новые подарки на почте. Это очень круто! Не пропустите данные события, я считаю, нам всем нужно готовиться и запастись терпением. Терпение потребуется точно много. Мне, например, не всегда подарки приходят вовремя, и из-за этого нервишки приходится почекотать. Вторая новость касается одежды в реальном мире. У Тока Бока 3 марта будет коллапс H&M. Это магазин модной одежды. И у нас с вами появится уникальная возможность купить милые вещи с эмблемой игры. И я так понимаю, все вот эти подарки, которые мы будем получать на почте каждый день, их можно будет получить и в реальном мире. Но, естественно, уже платно. Кстати, вы бы хотели что-нибудь из вещей Тока Бока в физическом мире? Пишите в комментариях. А мы с вами загружаемся в Току Боку. Начнем проверять лайфхаки. Как всегда, друзья, давайте начнем с мира, потом будем отправляться домой. Первое местечко, которое нам нужно найти, это детский садик. Сейчас мы пролистаем карту и посетим локацию. Здесь небольшой секретик, мне подсказали в комментариях. Оказывается, вот эти рисунки, их можно сворачивать в комочки. Если мы нажмем на рисунок, то бумажка будет скомкана. Вот такой, друзья, небольшой лайфхак, с которого я решила начать, не знаю почему, но, по-моему, прикольно. Я до этого момента не думала, что можно сворачивать эти бумажки, потому что у нас есть уже скомканные бумажки. И, между прочим, их тоже можно разворачивать. И мы получим вот такой вот новый интересный рисунок. Осталась еще одна бумажка. И если мы ее развернем, то получим еще один рисунок с домиком. Кстати, не все бумажки можно разворачивать. Я походила по миру только боком. И реально, друзья, не все бумажки у нас разворачиваются. Просто интересно узнать, какие картинки еще мы можем найти. А следующая проверка лайфхака находится в зоне фудкорта. На карте с горнолыжным курортом. Листаем карту влево. И нам нужно открыть второй шкафчик. Достаем карту. Этот баг я нашла случайно, когда снимала другое видео. Если мы передадим эту карту персонажу, то она начнет летать в воздухе. Посмотрите, друзья. Вот мы сейчас ее откроем. И она подлетит в воздух. Если мы его положим куда-нибудь на кровать. И если мы его посадим на пуфик. Он всегда будет теперь ходить с этой летающей картой. Такая багованная вещичка, которую я случайно выкинула. Давайте сейчас перезайдем в комнату. Я хочу еще что-нибудь попробовать сделать. Что меня бесит в току-боку, когда я случайно выкидываю вещи? Вот эта карта. Давайте попробуем здесь ее открыть. Но если мы здесь ее открываем, то ничего не происходит. Хотя нет, карта все равно магнитится. Но уже в другом положении, не в открытом. Чтобы она у нас забаговалась именно в открытом виде, мы должны открыть ее в редакторе. То есть передаем персонажу и открываем. И ничего, друзья. Все, аебак у меня прошел. А почему он прошел? Ну что ж такое-то? Она же так эпично у меня сейчас летала. Давайте попробуем передать другому персонажу. Все. Опять карта летает в воздухе. Вот такой, друзья, интересный лайфхак. При этом мы ничего больше не можем передать персонажу. Он будет только вот с такой летающей картой. Покидаем с вами домик. И направляемся в следующее местечко. Сперва нам нужно сходить в бесплатный магазинчик. Забрать штатив. Сейчас я покажу вам еще одну аномальную зону. Передаем персонажу штатив. Это тоже как-то сделать не очень-то и просто, оказывается. Да почему ты не передаешься? Все. Прекрасно, друзья. Покидаем бесплатный магазинчик. И возвращаемся на прошлую карту с горнолыжным курортом. Нам нужно посетить домик. Здесь снеговичок. Достаем своего персонажа со штативом. И, друзья, вот в этой зоне, там где корзиночка, там где окошко, давайте уберем корзиночку, мы можем магнитить штатив. Посмотрите, он сюда закрепляется. Я не знаю, с какими предметами еще может работать. Вот, например, печеньки не магнитятся. Печеньки мы можем только скушать. Давайте, кстати, в дом зайдем. Что, надо мной пороги-то стоим как-то неприлично. Здравствуйте, добрый день. Я тут у вас штатив попытаюсь примагнитить. Органайзер кухонный тоже не магнитится. И столовые приборы не магнитятся. Они только ставятся на полочку. Но вот этот штатив, он магнитится. И еще такое место есть в гараже на котосвалке. Такой интересный баг можно найти в этом домике. Давайте с вами покидать локацию. Листаем карту вправо. Ищем больницу. Посетим с вами второй этаж. Давайте достанем своего персонажа. И будем двигаться влево. Здесь еще существует одна аномальная зона. В туалете. Где она еще может находиться, как не в туалете. Давайте его откроем. И если мы поднесем вот сюда персонажа, он тоже примагнитится. Посмотрите, друзья. Там, где кнопка смывания меня придавила этой кнопкой смывания, мы можем, кстати, примагнитить сразу нескольких персонажей. Это будет выглядеть очень странно. Но, тем не менее, работает, друзья. Лайфхак или это баг? Не знаю, называйте, как хотите. Но, правда, ситуация страшная. Что происходит в токобоке в последнее время? Почему персонажа магнитится ко стенам? Вот почему наш персонаж примагнитился сюда. За туалетом его придавило. Мне, правда, непонятно, что здесь происходит. Но я обязательно разузнаю. Я буду исследовать эти места дальше. Вы тоже пишите в комментариях свои догадки. Почему эти предметы, почему эти места, они такие аномальные. Может быть, за стенами что-то хранится. Но, как тогда мы узнаем, что за стенами, если эти стены закрыты для нас? Откроем с вами любые стены. Кстати, вот еще бумажки, да, я вам рассказывала. И они не разворачиваются. А вот эти рисунки мы можем свернуть и развернуть. Поэтому лайфхак реально работает. Покидаем с вами больницу и направляемся в следующее местечко. На этой же карте морской ресторанчик. Тут есть неоновая подсветка возле кассы. Возле вот этой вот кассы со стоечкой. Давайте возьмем ножик. Никого убивать не будем, не волнуйтесь. Нам нужен нож какой-то. Вот такой возьмем нож. И вот здесь тоже аномальная зона. Мы можем примагнитить нож. Кстати, он у меня теперь не достается. Не могу достать ножик, который мы примагнитили. Давайте попробуем что-нибудь еще сюда зацепить. Нет, больше вилка еще зацепляется. Держатель столовых приборов. Нового поколения. Друзья, у меня там застряли столовые приборы. Если вы их туда примагнитите, больше вы уже их не получите назад. Да, выкинуть не получится. Так что имейте в виду. Я вот пытаюсь сейчас, и у меня лишь подсветка включается-выключается. Поэтому придется уже только перезагружать току-боку. Давайте с вами покинем ресторанчик и направимся в следующее местечко. Сперва зайдем домой. Я хочу вам показать одну вещь. Доказать вернее. Если мы зайдем в редактор комнаты, найдем детскую бутылочку. Мы не сможем в нее ничего налить. Никакой напиток мы налить не можем. В эту детскую бутылочку, потому что это уже как-то идет как самостоятельный напиток, который мы можем пить. Вот сок не наливается. Мы можем только пить эту бутылочку с молоком. Но, друзья, я нашла универсальную соску, в которую мы можем наливать любую, абсолютно любую жидкость. Сейчас я покажу, где она находится. Между прочим, на бесплатной карте. Давайте пролистаем карту вправо. На столике у персонажа есть вот такая соска. И это не просто соска. Это соска-стакан, в который мы можем налить любую жидкость. Например, мы можем налить кетчуп. И бутылочка начнет краснеть. Посмотрите, друзья, мы налили кетчуп в бутылочку. Также можно налить любые напитки. Апельсиновую газировку. Лимонную газировку. Что угодно, короче, можете наливать сюда. И передавать персонажу. Просто наш персонаж крутой. Давайте с вами сгоняем сейчас в детский садик. Там же тоже есть бутылочки. Возможно, они тоже непростые. И в них можно наливать жидкость. Но вот именно бутылочки из редактора комнаты никак нам не помогают. Давайте начнем, например, вот с желтой соской. Тоже можно налить. Посмотрите, друзья, работает лайфхак. Мы налили желтый сок в эту соску. Я сейчас нахожусь уже дома. И хочу проверить здесь, сработает ли, если мы будем наливать сок. Да, если мы будем наливать тот же самый сок. Но в соску, которая находится на локации. У нас все будет работать. В эту соску из редактора ничего не получается наливать. Друзья, следующий лайфхак я придумала самостоятельно. Честное слово, просто смотрела на предметы и думала, как их можно интересно совместить. Как можно затащить туда персонажа. Сейчас по порядку все объясню. Первое, что нам понадобится, зайти в редактор комнаты. Достаем праздничный столик. Вернее, упаковочный столик. Теперь нам нужно найти два котелка. Вот эти котелки. Мы их достаем. И выливаем жидкость. Почему у меня он перелился? Надо кому-нибудь выпить. Выпить эту жидкость. Первый котелок мы упаковываем в подарочек. И передаем на Рим. Надо только ее найти. Вот она. Передаем ей подарочек и открываем. Второй котелок. Мы упаковываем персонажа. Пускай это будет, например, мама. Близнецов. И теперь, друзья, мы должны передать ее. Передать наш подарочек в котелок. Открываем здесь персонажа. Не забудьте именно здесь открыть. И покидаем домик. Бежим на кота-свалку. Таким образом, мы можем поставить котелки вот на эти полочки. И тем самым мы спрячем персонажа в гараже. Я реально, друзья, просто в шоке. Какая великая задумка. Вы можете играть в новые прятки. Это же новый уровень. Посмотрите, друзья, как же это гениально. Мы можем поместить котелок на полочке в гараже. И закрывать дверцу. Кстати, вы туда уже персонажа своего не посадите. Это можно делать лишь с упаковочными подарочками. И, кстати, если вы будете пробовать второй раз, то у вас летит игра. И будет ли работать на взломанных версиях, я тоже не знаю. Но вот так вот вы можете еще и передавать котелки на аре. Вы можете их снова возвращать туда. Но если разоедините котелки, то назад уже не вернетесь. Сможете только ставить одни котелки. Персонажа, то есть, уже не посадите. Такой прикольный лайфхак, друзья. Мы переходим к следующему. Давайте пролистаем карту вправо. Еще один раз вправо. И здесь есть творческое здание. Нулевой этаж. Довольно-таки старый секретик. Но я хочу вам его показать. Потому что многие меня спрашивали в комментариях, где найти летающий скейтборд. Мы открываем вот этот туалет. Усаживаем своего персонажа поудобнее. И нажимаем на кнопочку. Выезжает летающий скейтборд. А для следующего лайфхака нам нужно собрать некоторых животных. И забежим с вами сейчас в какой-нибудь зоомагазин. Или парк. Возьмем еще пару питомцев. Передадим персонажам. Кстати, у меня после того, как мы сделали этот лайфхак, с Нари. Она находится в моих персонажах. Вы заметили это тоже, да, друзья? Очень странно. Очень странный баг. Посетим парк аттракционов на летнем курорте. И вот здесь есть автомат с игрушками. Нам нужно вытащить эти игрушки. Они не нужны, потому что у нас теперь будет новый автомат. С питомцами! Помните, мы уже усаживали сюда младенцев и могли тоже играть, доставать младенцев. Но есть еще один интересный лайфхак, где вы можете выбирать себе питомца. Вот таким образом вы берете питомца и достаете его из автомата. Интересный лайфхак, который пригодится, например, для сюжета в какой-нибудь мини-игре. Начнем проверку домашних лайфхаков. Зайдем в раздел с полочками. И достанем новую полочку. Но можно совершенно любую в 10 эти крючочки. Давайте еще синюю возьмем. Есть интересная задумка, связанная с коробочками. Она тоже пригодится вам для каких-то сериалов. Мне ее посоветовала зрительница. Спасибо тебе большое, кстати. Таким образом вы можете организовать детскую комнатку. Посмотрите, какая интересная задумка. Такой лайфхак, друзья. Мы переходим к следующему. Нам все еще нужна эта же полочка, но уже пустая. Заходим в раздел с растениями. И листаем самый-самый конец. Можно найти вот такое растение, которое подвешивается на эти крючки. Никакие цветы мы больше подвесить не сможем. Давайте даже проверим. Например, возьмем вот эти цветы. Они сюда не подвесятся. Мы можем поместить только вот эти вот как венички, что ли. Для следующей задумки нам надо зайти в раздел с игрушками и найти домик детский. Достаем этот домик. Переходим в раздел с кроватями. Мы должны зацепить кровать в воздух. Любую кровать какую-нибудь. Давайте, например, новую возьмем. И сохраним комнату. Мы можем укладывать на домик персонажа. Тоже интересная задумка, друзья. А мы переходим к следующей. Сейчас я покажу, как встать за окном. То есть, если мы будем подкидывать персонажа, пытаться его опрокинуть куда-то. Вот он сквозь крышу только пролазит. Мы должны немножко подвинуть персонажа. И домик разместить в самое начало экрана. Таким образом, друзья, наш персонаж наблюдает за нами. И за кошком. Посмотрите. Тук-тук-тук. Тоники живет. Это я там за вами пришла, друзья. Посмотрите. Это очень страшно почему-то выглядит. Я так подглядываю в этом окошке. Я не могу. Мы следим за жильцами этого домика. Можно тоже использовать для каких-то мини-фильмов, сериалов. Ну, для каких фильмов? Только для страшных фильмов, ужасов. Как за вами маньяк следит. Если мы, конечно, уже достанем персонала, он уже назад не вернется. Нам нужно достать любую рандомную полку. Теперь заходим в раздел с освещениями. В новом освещении мы можем найти вот такие лампочки. Таким образом, у нас выглядит конструкция, будто бы лампочки. Они уже изначально идут с полочкой. И мы можем их передвигать. Все, что угодно можете поставить. Очень универсально и интересно смотрится. Давайте с вами сейчас покинем домик и нужно сгонять на почту. Хочу показать один интересный секретик. Он связан с новой собакой, которую мы получили. Вот этот долматинец. Мы его забираем и передаем персонажу. Теперь нужно сходить на кота-свалку. Забрать черный рюкзак. В разделе с игрушками нам понадобится найти какие-нибудь книжки. В этот рюкзачок мы должны сначала поставить книжки. На эти книжки положить долматинца. И просто у вашего питомца из ушей будут расти книжки. За эту книжку вы можете, кстати, его перемещать по всей комнате. Передавать персонажу. Вернее, я сейчас вот книжку даю персонажу, да? А у меня долматинец будто бы на животике сидит. Тоже, кстати, интересный лайфхак. Посмотрите, друзья, у нас будто бы долматинец сидит на коленочке. Это так прикольно. А что, если мы поставим эту конструкцию в шкафчик? В какой-нибудь вот шкафчик. Долматинец проходит сквозь эти шкафчики. Посмотрите, какая длинная конструкция получилась. Ладно, не будем мучить эту тему. Вы, в общем, поняли. Можно экспериментировать с совершенно разными предметами. Давайте перейдем к следующему лайфхаку. В редакторе можно найти новую краску для волос. Которая будет из карамели. Да, друзья, чем мы только не красили волосы. Но карамелью еще не красили. Теперь покрасили. Все, галочку можно поставить. Кстати, симпатичный цвет получается. Возьмите на заметочку. Под конец видео я бы хотела проверить пару лайфхаков от вас, друзья. Первый лайфхак прислала Полина Дергунова. Аня, привет. Вот лайфхак. Посети Мол, второй этаж. Там листай вправо до конца. Будет детский магазин. И там в нем есть такие детские маленькие кепочки и шапочки. Их можно магнитить к окну. В самом углу есть три окна. Нужно будет среднее. Получиться может не сразу. Давайте с вами покинем домик и проверим, что ли. Мне очень интересно, получится ли примагнитить одежду. Вот эти детские шапочки. Три окошка, я так полагаю, вот эти. К среднему мы можем магнитить шапочки. Но давайте отпустим. У меня нифига не магнитится. Кепки лишь пропадают сквозь эту вот систему. Зато у девочки багуются эти вещи. И теперь кепка летает на ее руке. Вот этот баг всегда сработает. Малинка в шоколаде. Мне подсказала новый код на подарок. Да, друзья. Появился новый код на подарок. Как давно их не было. Праздничный код в честь 23 февраля. Я даже не удивлюсь, если реально сработает. Потому что, ну, звучит просто подобно. Я лишь поэтому и решила проверить. Ну, либо мне только правдоподобно это звучит. Да и вообще, я любитель проверок всяких. Так что, друзья, мне интересно проверить. Теперь выходим из Токобока. Нам надо ввести код. Код, куда мы вводим это вот это вот место. Дата рождения. Ничего у меня не сработало. Почему-то у меня ничего не сработало. Что-то должно хотя бы было, может быть, открыться. Я не знаю. Девочка ничего не указывала. Давайте ведем с вами США. Возвращаемся в Токобоку. И должен отобразиться подарочек. Я не знаю, отобразится ли. Мне кажется, нет. Ну, нифига у меня не появилось. Давайте на всякий случай зайдем в игру. Меня, походу, опять развели. Вот зачем, друзья, вот так со мной? Я же так стараюсь. Я так хочу проверить ваши какие-нибудь интересные лайфхаки, которые сработают. А вы меня вот так обманываете. Стоит печальная Рита без подарочка. Еще и Риту расстроили. Ну, не делай ты все, друзья, не делай. Будем ждать тогда подарки от разработчиков. А я заканчиваю этот выпуск. Всем большое спасибо за внимание. Не забывайте ставить лайки. Я очень сильно стараюсь. Поздравляю вас с праздником. Желаю отличного настроения. Кушайте много и вкусно. Не болейте. Всем удачи. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»!